Добрый день! Вы смотрите новости в студии Анастасии Романовой. В начале выпуска коротко о главном. Шторм скоро накроет Алтайский край. Прогноз синоптиков на ближайшие дни, а также когда наступит летняя жара, расскажем в выпуске. Последователя запрещенной религиозной организации задержали в регионе. Мужчина вовлекал людей в экстремистскую деятельность. На дне турнирной таблицы футболисты «Динамо» с крупным счетом проигрывают игру в Южно-Сахалинске. Подробности через несколько минут. Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае. По прогнозам синоптиков, ненастье может прийти уже сегодня, во второй половине дня и продлится завтра весь день. Подробнее о том, когда уже наступит долгожданная жара, расскажет Владислав Кириенко. Владислав, вам слово. В Барнауле нет пока с утра ни дождя, ни мокрого снега, как, например, вчера. Но в ближайшие дни, как говорят синоптики, уже все может поменяться. О том, как именно, мы узнаем от сотрудника краевого гидрометцентра Людмилы Сырых. Людмила Юрьевна, доброе утро. В первую очередь расскажите, чего ждать барнаульцам, ну и вообще жителям всего края, погода на ближайшие два дня. Сегодня во второй половине дня и сутки 19 мая район Алтайского края будет находиться под влиянием атмосферных фронтов западного циклона, поэтому ожидается штормовая погода. То есть это усиление ветра до 15-20 метров в секунду местами с порывами по краю до 22-27, осадки в виде дождя, которые 19-го перейдут в мокрый снег, установление появления, то есть, вернее, появление временного снежного покрова местами в северных и предгорных районах края. Температура воздуха уже в ночь на 19-е будет колебаться от слабо положительных до слабо отрицательных значений, а в дневные часы 19-го мая она не поднимется выше плюс 50-ти градусов. 20-го мая на смену уходящему на восток циклону его место займет антициклон, с которым становится спокойно, но достаточно еще холодная погода. Температура воздуха в ночные часы понизится по всему краю до минус 1-6 градусов, но зато днем уже температура воздуха поднимется до плюс 10-15. Ну и, конечно, 21-22 мощная волна тепла из района Средней Азии повысит температуру воздуха в дневные часы в крае до 20-27 градусов. Поэтому температура среднесуточная, которая на данный момент у нас идет ниже нормы на 4-8 градусов, она не только приблизится к нулю, но даже местами и превысит на 2-4 градуса. Если 21-го тепло будет сопровождаться спокойно, преимущественно без осадков погоды, то 22-го с прохождением атмосферных фронтов местами по краю пройдут сильные ливневые дожди, сопровождающиеся грозами. И 23-го числа температура воздуха вновь пойдет на понижение с прохождением холодного фронта. Людмила Юрьевна, вот, то есть, получается, немножко потеплеет, потом снова станет холодно. Вообще, расскажите, пожалуйста, почему весна вот в этом году по ощущениям такая холодная? То есть, ни одного по-настоящему теплого дня, вот пока лично я не заметил. Ну, потому что над районами Западной Сибири, как и на территории от Урала до Якутии, на данный момент мы находимся под влиянием вот этих северных циклонов. Северных, западных циклонов, через которые поступает вот как раз арктический воздух. В принципе, все это меняется, поэтому есть большая вероятность, что гребень тепла, который вот располагается над европейской территорией России, сейчас переходит через Урал и, скорее всего, все-таки он подойдет и на районы Сибири. Сильный напор воды сбил жительницу Барнаула с ног. ЧП произошло накануне в результате коммунальной аварии. Инцидент удалось запечатлеть на камеру жительницы Барнаула. Она поделилась с нами видеокадрами. По ее словам, порыв водопровода произошел вчера в 9 часов утра на улице Балтийская, 49. Стена воды обрушилась прямо на женщину, случайно проходившую мимо. Почему произошел порыв и кто в этом виноват? С таким вопросом мы обратились к собственнику сетей Сибирской генерирующей компании. Там нам пояснили, что ЧП случилось из-за гидравлических испытаний на этом участке. Сейчас специалисты теплощетевого подразделения СГК завершают ремонтные работы на этом участке. После этого гидравлические испытания будут продолжены в срок до 23 мая. Я напомню, что опрессовка тепловых сетей – это специальные испытания, которые направлены на выявление уязвимых участков трубопроводов. И они являются обязательными в период плановой подготовки к отопительному сезону. А перед проведением гидравлических испытаний проводится понижение температуры теплоносителя до температуры, не превышающей 40 градусов Цельсия. То есть вода, которая выходит наружу при порыве, для человека безопасна. А сейчас оперативная информация. Последователя запрещенной религиозной организации задержали в Барнауле. Мужчина вовлекал жителей Алтайского края в экстремистскую деятельность. Сотрудники службы безопасности установили, что в 2015 году в одном из кафе Барнаула мужчина проводил религиозные встречи. Он пропагандировал положение международной религиозной экстремистской организации. Деятельность этого объединения запрещена в Алтайском крае. Мужчина соблюдал меры конспирации и требовал того же от своих прихожан. Он запрещал рассказывать кому-либо об их собраниях. Во время обыска у него изъяли экстремистскую литературу. Преступник признал свою вину. Решением суда иностранец приговорен к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Руководитель делегации Алтайского края Виктор Мещеряков принял участие в программе «Экономика дня» на азербайджанском телеканале CBC. Темой общения стала безопасность пищевой продукции. Заместитель председателя правительства рассказал о перспективах развития сотрудничества, о том, почему Алтайский край заинтересован именно в приобретении безопасного товара в Азербайджане. В будущем наш регион будет импортировать из Южной Республики плодово-овощную продукцию, в частности фрукты. Виктор Мещеряков отметил, алтайские предприниматели активно заключают договоры с коллегами из Азербайджана и в будущем регион только увеличит закупки безопасной продукции из республики. Подведены итоги 12-го по счету конкурса «Пиар-охота». Телеканал «Катунь-24» выступил партнером соревнований и наградил будущих пиарщиков и рекламщиков из Алтайского госуниверситета специальными дипломами. Участники получили и другие ценные награды от партнеров состязания. Тема работ – цветение моральника. Участники должны были подготовить ролики для продвижения мероприятия в массы. Заявки и видео подавали 20 команд. Лучшими признали только 5 работ. Актуальными для современного времени посчитали ролики социальной направленности, юмористические ролики, видео, основанные на Instagram Stories и, конечно же, видеоблог о событии. Мы сразу поняли, что будем делать влог. Это оказалось достаточно оригинальной идеей. И мы ходили и снимали, как обычные ролики на YouTube. Мне кажется, это очень полезный опыт, потому что съемка, монтаж и вообще разработка идеи, презентация – это очень ценно в нашем деле. Барнаульский супермен Руслан Маткаримов сегодня намерен побить свой собственный рекорд – протащить большегруз с тросом в зубах. Трюк он выполнит на площадке перед Дворцом спорта. Там сейчас находится моя коллега Полина Жданова. Она с нами на связи. Полина, вы в эфире. Добрый день, коллеги. Прямо сейчас я нахожусь на площади Сахарова. Здесь проходит весенняя строительная выставка «Лотайстрой». Сегодня последний день, на который можно еще прийти и посмотреть то, что здесь представлено. И поучаствовать в конкурсах, организованных специально для жителей Барнаула. А рядом со мной стоит Руслан Маткаримов, который покажет экстремальный трюк. Зубами протащит целый камаз на протяжении около пяти метров. Здравствуйте, Руслан. Расскажите, пожалуйста, вот как вы готовитесь к таким трюкам? И что нужно для того, чтобы смочь так это сделать? Здравствуйте. Ну, чтобы это сделать, нужно, конечно, подготовиться. Нужно привести себя в полный боевой порядок. Прийти на мероприятие, приготовиться и сделать это. А как именно вы это делаете? Как вы готовитесь к такому мероприятию? Что вообще для этого нужно делать? Ну, я стараюсь определиться с поверхностью, чтобы поверхность была ровная. Ни ямы, ни подкаты, ни что-то там еще. Ну, вот здесь, конечно, нам пришлось немножечко побольше, так сказать, времени потратить на подготовку. Но мы все-таки нашли здесь более ровненькое место. Поставили уже, приготовили вот этот здоровый автомобиль. Я думаю, у нас все получится. А что вы делаете, чтобы укрепить зубы для такого трюка? Я ничего не делаю. То есть это ваши природные данные? Да. Хорошо. Пожелаем Руслану удачи. У меня пока все. Чуть подробнее я расскажу об этом вечернем выпуске новостей. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Полина. А сейчас к новостям спорта. Футболисты Бурнаульского «Динамо» с крупным счетом проигрывают игру в Южно-Сахалинске. Алтайский конькобежец Виктор Муштаков вызван на сборы в основной состав сборной России. Эти и другие подробности в «Спортобзоре» Дмитрия Гладких. Футболисты Бурнаульского «Динамо» провели заключительный выездной матч сезона. На этот раз команда Сергея Шишкина гостила в Южно-Сахалинске. Играть пришлось против чемпиона Лиги Сахалина. Перед этой встречей наша команда потеряла даже теоретические шансы на первое место. Мало того, в случае поражения и результатов других игр, белоголубые вовсе могли опуститься на четвертую строчку турнирной таблицы. К сожалению, судьба игры была решена уже в первом тайме, в котором болельщики увидели четыре забитых мяча, причем три из них в ворота «Динамо». Во втором отрезке соперник не стал останавливаться на достигнутом и огорчил барнаульского вратаря Богдана Корюкина еще дважды. Итог матча 1-5. Крупное поражение алтайской команды, откинувшее «Динамовцев» на четвертое место. Заключительную игру сезона наш коллектив проведет на домашнем поле 27 мая против Омского Иртыша. Сильнейшие российские конькобежцы, среди которых действующие рекордсмены мира Павел Кулижников и Денис Юсков, с 14 по 27 мая проходят сборы в Сочи на спортивной базе «Юность». Впервые в основном составе сборной России на централизованной подготовке находится воспитанник краевой специализированной школы Олимпийского резерва «Клевченя» Виктор Муштаков, который в предыдущие сезоны успешно выступал на молодежном уровне. Этот сбор считается восстановительным. В ходе него спортсмен проводит зарядку и двухразовые тренировки. Алтайские гиревики примут участие в чемпионате России. Это стало возможным благодаря успешному выступлению на крупном межрегиональном турнире, который в середине апреля завершился в Бердске. В соревнованиях примут участие три алтайских спортсмена. Алексей Тепляков из Кулунды, мастер спорта международного класса Константин Баев из Залесова и Дмитрий Шевелев из Первомайского района. Алексей и Константин выступят в двоеборье, а Дмитрий, кроме того, будет состязаться еще в одном виде программы в длинном цикле. Чемпионат пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 27 мая. Дмитрий Гладких, Новости. На этом пока все. Больше новостей на нашем сайте katun24.ru, а также в наших группах в социальных сетях. До встречи в эфире. Субтитры добавил DimaTorzok.